2018 год – это год веры, год поста, молитвы и поклонения. Не заснуть, Господь, но бодрствовать перед Тобой во имя Ишуа Мессии. Амэн. Итак, во время нашего прошлого с вами общения мы рассматривали вопросы, которые относятся к нашему строению, к тому, как Бог устроил нас как людей. Помните, да? Кто-то помнит что-то из того момента, да? Вы помните, что Бог, ну как бы Библия говорит, что Бог сотворил и как это вообще выглядит. Мы говорили о том, что на самом деле, когда мы приходим к этой теме, к теме нашего устройства, кто мы такие, это все равно, что рассматривать космос через телескоп. Ты смотришь маленькую такую дырочку и ты понимаешь, что там просто космос, да? В прямом и таком непереносном смысле. Что там какие-то миры, какие-то галактики. Ты только отчасти что-то видишь. Когда мы смотрим в Писание, точно так же о многих-многих темах мы имеем относительное знание, частичное знание, правда? И Библия говорит, что это нормально, что когда мы придем в вечность, когда мы придем в отношение с Богом напрямую, нам откроется намного больше. То же самое, если мы говорим об устройстве нас, об устройстве человека, о таких тонких материях, как дух человека, душа человека, нам сложно, правда? Кое-что мы знаем о теле, потому что много медицина нам об этом рассказывает. Кушай вот это, получишь такой результат, это соединяется с этим. И то до конца никто не знает, зачем человеку аппендицит, правда? Его все вырезают, можно без него жить, но он у каждого есть зачем-то. Итак, давайте немножко вспомним то, что мы говорили. Мы говорили о том, что тело человека было создано Богом из земных элементов. Бог зачерпнул, так скажем условно, землю, сжал ее, и после смерти нашей с вами, наше тело, оно также будет возвращено в землю. Полностью через 50 или сколько там лет, да, от нас ничего не остается. И Библия говорит также в Бытие 2.7 о том, что Бог вдохнул свое дыхание в это тело, в этот механизм такой сложный. И от этого дыхания внутри человека появилось нечто, что мы называем дух человека. И когда этот дух, он оживил тело, от соприкосновения Духа Божьего с телом человека появилась в человеке субстанция, которая известна нам как душа. То есть вот такое вот более-менее примерное, скажем так, строение, которое мы можем увидеть из Бытие 2.7. И задача души была в том, чтобы заботиться о нас, о том, чтобы дух, который мы имеем, он, так скажем, был соединен с телом, которое мы имеем. То есть если Бог нам что-то говорит, мы говорили об этом, Он говорит в наш дух, дает откровения свои в наш дух. И наша душа способна интерпретировать, объяснить, собственно говоря, что мы получили. Поэтому иногда, когда мы описываем духовные переживания, мы говорим очень смутные вещи. Такие типа, я почувствовал, что дух мне говорит, да? То есть мы говорим о чувствах, мы говорим о качествах, которые присущи душе, но тем не менее мы пытаемся описать нечто большее, чем чувства, правда? Мы говорим, что мы чувствуем, что Бог мне говорит. То есть мы говорим о каком-то переживании, пытаемся описать что-то, или я пришел на собрание, я почувствовал, что Бог здесь. Как мы можем это определить? Мурашки у меня пошли по коже. Это телесное проявление, да? Или ничего может не быть. Это тоже телесное проявление, так вот, спокойствия. Но мы имеем внутреннее какое-то свидетельство. Мы говорили, что именно так Бог общается с человеком. То есть душа заимствует то, что от Духа Божьего сообщается нашему Духу и дает нам понимание того, что нам с этим делать, а тело, собственно говоря, исполняет. Это действие. Это так, если мы говорим в общем. Сегодня же, друзья, мы поговорим о Душе. Если в прошлый раз мы детально более-менее рассматривали Дух, сегодня мы коснемся такой вот хитрой субстанции, как наша с вами душа. И, в общем-то, об этом спето много песен, правда? Душа скорбит, а сердце плачет. Душа хочет праздника. Душа хочет мороженого, пироженого, шоколадных конфет. То есть душу вообще, душой прикипел, душой откипел, там, и всякие такие выражения. В Одессе вообще много всего вот этого, правда? Душа поет у нас, душа плачет, ликует, радуется. И мы, в общем-то, видим, что, например, Библия описывает такие переживания, душевные переживания различных персонажей из Библии. Мы помним, например, Ишуа, когда он был в Гефсиманском саду, перед тем, как была казнь. Вы помните, да? Там Матфея 26 глава, 38-39 стих там написано. Тогда говорит им Иисус, «Душа моя скорбит смертельно, побудьте здесь и бодрствуйте со мною». Видите, да? «Душа моя скорбит смертельно». И отойдя немного, пал на лице свое, молился и говорил, «Отче мой, если, возможно, доминует меня чаша сия, впрочем, не я хочу, как ты». Мы помним, что так это сильно было переживание в его душе, так сильно это касалось его тела, так сильно была вот эта вот борьба на всех трех уровнях, духа, души и тела, что это выражалось на его теле каплями пота, то есть какие-то сосуды они лопали, и кровь выступала от такого сильного переживания того, что было. «Душа моя скорбит смертельно», говорит Ишуа. В то же время, например, мы читаем очень много выражений души, проявлений души, например, в псалмах. Да? «Ликуй, моя душа, что унываешь, душа моя, уповай на Господа, еще буду радоваться». Давид говорит, «Только в Боге успокаивается душа моя, от него мое спасение». То есть он говорит, вот, если вы хотите иметь мир в душе, покой в душе, то только в Боге она успокаивается. Только там она может просто вот как бы успокоиться. И все будет хорошо, все станет в порядке, все как нужно. Когда мы смотрим в Писание, мы видим, что душа очень хитрая субстанция, она независима. Иными словами, она может быть обособлена, отделена от тела. И в данном случае можно быть глухим, например, человеком, слепым, немым, не иметь, ну, скажем так, конечностей. Неважно. Душа при этом может быть целостная, здоровая, благословенная. То есть мы понимаем это, да, что это может быть здоровый и такой вот классный человек перед Господом, ценный человек, личность может быть перед Богом. Даже если, ну, как бы что-то произошло с нашим телом. Потому что душа является нашим вторым «я». Это наша индивидуальность, которая неразрывно связана с Богом. И даже если закроются все пять наших чувств, а с интуицией шесть чувств, все равно наша душа будет иметь, ну, как бы, личность, она будет целостная, она будет сохранена как единица перед Богом. Итак, когда мы смотрим в Писание, мы видим, что душа является очень ценным предметом, или так, она является очень ценным. Вы помните все эти истории и сказки по поводу продажи души дьяволу, да? Постоянно в народном эпосе душу пытаются купить. И за это, и за то, и за какой-то там магический ключ, за золото или еще что-то. Всех интересует в сказках душа. И Писание, в общем-то, в Матфея 16 главе 26 стихе говорит так. «Какая польза человеку, если он приобретает весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» То есть ты можешь приобрести весь мир, но если при этом ты теряешь свою душу, теряешь то, что есть у тебя внутри, теряешь ее взаимоотношение с Богом, то Библия говорит, что в этом нет смысла. То есть ты можешь давать целый мир, и нет в этом смысла с точки зрения Бога, потому что душа является более ценной, более значимой. Итак, Бог имеет цель для каждого из нас. И если мы говорим о сотворении души, если мы говорим о том, из чего она состоит, как она состоит, это тоже очень важно понимать, потому что в этом существует, ну, как бы, с одной стороны много мнений, взглядов, с другой стороны очень много непонимания. Как я говорил, мы пытаемся иногда описать духовные переживания, вкладывая их вот такими, ну, душевными словами, душевными какими-то оценками, душевным взглядом. Итак, из каких элементов состоит наша душа? В более простом варианте можно отвечать на этот вопрос по-разному. Я попробую ответить на него по-разному, друзья. В более простом варианте, если мы говорим на еврейский, так скажем, о еврейском подходе, есть несколько моделей. В частности, смотрите, друзья, давайте порассуждаем с вами. Когда Бог сотворил человека, каждого из нас, Он вложил в нас некоторые механизмы для того, чтобы мы могли жить в этом мире. Правда? Для того, чтобы мы могли выживать. Вот я сейчас не говорю о том, что верим мы что-то или не верим. Мы говорим о человеке просто как о сотворенной единице, так скажем, да? Что Он за механизмы мог вложить в нас? Например, инстинкты. Скажите, пожалуйста, помогают ли нам инстинкты наши с вами жить в этом мире? Очевидно. Правда? Например, какие инстинкты мы знаем? Мы знаем, например, инстинкт размножения. Правда? Руководствуемся мы ним? О, да. Поверьте мне. Допустим, инстинкт выживания. Важный инстинкт, да? Тоже руководствуемся. Почему мы ходим на работу? Инстинкт выживания. Нам надо выживать. Почему мы делаем какие-то вещи, которые, может быть, мы не хотели бы делать, потому что нам нужно выживать? Правда? Мы сражаемся, мы конкурируем, мы делаем какие-то вещи. Если так вот реально подумать, друзья, вот просто реально откинуть, фактически человек имеет мотивацию в двух инстинктах. Это инстинкт выживания и инстинкт продолжения рода. То есть мы стремимся создать семью. Мы сами не знаем, почему мы стремимся. Но потом мы, допустим, читаем Писание, мы говорим, ну да, Бог сказал нехорошо жить, но стремятся создать семью все люди. Правда? Почему? Потому что так заложено Богом. Мы начинаем нравиться друг другу, мальчики, девочки, начинаем встречаться, семьи, дети и так далее. Что это такое? Это определенный, заложенный Богом механизм для того, чтобы человек мог размножаться, заполнять эту землю, обеспечивающую ему выживание и жизнь. Так вот, друзья мои, когда мы смотрим на еврейский взгляд, на настроение человека, настроение души человека, об этом мы, собственно говоря, говорим, все эти понятия можно как бы подытожить одним таким интересным еврейским словом, известным как нефеш. Это слово вы можете найти, это библейское слово нефеш, вы можете найти в вашей Библии на иврите, если вы ее почитаете, и переводится оно у вас где как, в разных местах по-разному. Где-то переводится как душа, а в некоторых моментах переводится как дух. И с точки зрения иудаизма, нефеш – это душа животная, или, скажем так, душа, которая руководствуется, или та часть души, которая руководствуется инстинктами. Ведь посмотрите, друзья, у нас есть, ну, допустим, у кого-то есть животное, но мы все понимаем, как более-менее устроен животный мир. Они двигаются точно так же, теми же мотивациями, правда? То есть они думают о выживании, они думают о размножении. Причем никакого стыда в этом они не чувствуют, правда? Они просто, ну, если нужно защищаться, они защищаются. Они не думают о каких-то моральных качествах, не думают о каких-то, то есть как бы вот тот момент, когда вот в некоторых моментах мы говорим, человек человеку волк, да? То есть он просто делает вот такое какое-то зло. Итак, нефеш или душа животное. Но мы понимаем, что мы живем в более сложном мире, в котором нас с детства учат, что, в общем-то, не все так просто, правда? Что наши желания и инстинкты должны управляться чем? Нашими с вами ценностями, правда? Иными словами, определенными принципами морали. Мы говорим, размножаться хорошо, правда? Но это должно происходить на законных основаниях. То есть, будучи, находясь в брачных отношениях, то есть находясь в семье узаконенных, мы говорим о том, что да, это может иметь место, но добавляем в эти моменты, в эти отношения определенное качество, определенную ценность. Например, мы говорим, выживание хорошо, правда? Мы все хотим выжить, мы все хотим жить хорошо, мы хотим двигаться, но мы понимаем, что ты не все можешь сделать ради своего выживания, правда? Есть вещи, которые и ситуации, когда нужно пожертвовать собой ради большего, большей цели, больших значимых вещей. То есть, мы понимаем это. И с точки зрения иудаизма, принимать решения, эти решения для нас помогает другая часть нашей души, или душа возвышенная, так называемая Нешама. То есть, это та часть, которую Бог вложил в нас, часть нашей души, которая стремится к тому, чтобы познавать Бога. Я понимаю, что оно может звучать немножко сложно, но еще раз, с другой стороны, все очень просто. Есть часть нашей души, это с точки зрения иудаизма, часть нашей души, которая стремится просто обеспечить нам базовые потребности, не будучи очагченная такая, какими-то морально-этическими качествами, морально-этическими размышлениями и так далее. Я вам хочу сказать, фактически, в христианстве мы это понятие называем плотью. Знаете, да? Это вот иногда верующих ты слушаешь, они говорят, «Ото плотя раз нього прэ». О чем мы говорим? Да, мы говорим о вредных привычках. А что такое вредные привычки? Это я мне хочу, дай мне сейчас. Это же вот оно, да? То есть, мое выживание, я хочу, дай мне, потому что я хочу выживать, я хочу быть сильным, я хочу идти вот сюда, я хочу проявить себя, я буду сверху, я все равно побеждаю. Понимаете, да? То есть, фактически, это качества, которые известны нам из Писания, которые мы можем определить как качества плотские. Потому что, если мы говорим о плоти, то мы не говорим о теле. Правда? Потому что тело – это просто прах, который был взят из земли. То есть, это набор химических, физических вещей, которые соединены вместе для того, чтобы обеспечивать жизнь тому, что находится внутри. А внутри находится душа человека и дух человека. Понятно, да? То есть, еще раз, нефеш – это та часть, которая, ну вот как бы, движима нашими инстинктами, движима нашим выживанием. Нешама – это та часть, которая имеет морально-этический окрас, которая стремится к приближению к Богу, стремится к прекрасному, например, к красоте, к искусству, к вопросам, которые, знаете, когда человек… Что такое искусство? Это же… Звери не понимают в искусстве. Правда? Когда у вас, например, дома есть кошка или есть собака, какой ошейник вы ей не купите, ей абсолютно все равно. Правда? Всякое платьичко какое-то там иногда такое разодевает этих собак, а им пополам. Почему? Потому что Нешама у них никуда не стремится. У них стремится… Вернее, Нешама не стремится… 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 Простые инстинкты выживания и жизни. Итак, я думаю, что более-менее мы вот поняли сам принцип, да? Я надеюсь. Если нет, вы подойдите, потом я вам еще раз объясню это все. Но если бы все так было просто, мы же говорим о телескопе, помните, да? Мы с вами как исследователи, которые засматриваются где-то там в космос, чтобы в этом разобраться, в сложных вещах разобраться. Поэтому мы двигаемся дальше. Мы понимаем, что наряду с этим у человека существуют определенные чувства. И чувства – это не очень просто. Правда? Я недавно смотрел табличку с перечнем чувств человека. Вы знаете, что их огромное количество? Я даже слов некоторых таких не знал, которые выражают оттенки. Это все равно, что я как мужчина, я смотрю на некоторые вещи, например, и я говорю, какого цвета этот рюкзак? Черный. Все. Для меня это либо черный, либо белый, либо синий, либо зеленый. Очевидно, да? Но если, например, портной профессиональный посмотрит на рюкзак, он знает, что существует 60 оттенков черного. Вот так вот. То есть, но у меня нет в голове даже такой градации, а там есть черно-там какой-то там асфальтный, черно-там графитовый, кто-то такой и сякой. Черный. Все очень просто. Мужской мир очень простой, друзья. Черный. Понимаете, да? Или белый, или зеленый, или красный. И то же самое, как то же самое, друзья, когда мы говорим о наших эмоциях, когда мы говорим о том, что происходит внутри нас. И, в общем-то, мы понимаем, что при грехопадении человека, когда сатана, он предложил Адаму с Евой что-то сделать, да? Скушать какой-то неизвестный плод, согрешить перед Богом, решение принимала, собственно говоря, душой. Правда? Потому что Ева посмотрела, оно ей понравилось, она подумала, и она решила. То есть, произошло определенное действие. То есть, мы с вами именно в сфере души производим какие-то действия при помощи нашего интеллекта, нашей воли и наших эмоций. И все эти вещи, они присутствуют, друзья, когда, ну, как бы, вот если вы сталкивались с людьми, которые занимаются продажами, они очень внимательно исследуют этих три составляющих, чтобы кому-то что-то продать. Когда человек заходит в магазин, он должен увидеть красивую вещь, правда? Она должна вызвать у него определенные эмоции, определенную связь, и он должен захотеть, чтобы ее купить и пойти это сделать. То есть, вопрос, влияние на нашу жизнь, это вопрос того, что происходит внутри нас, в нашей душе. Когда мы с вами рождаемся, в общем-то, с самого начала жизнедеятельности нашего организма работа нашего интеллекта, работа наших эмоций, работа нашего внутреннего, вот скажем, души, она очень простая, правда? она не развита, потому что ребенок, он руководствуется, в принципе, принципами нефиша, правда? То есть, как бы, жить и жить. Вот надо выживать, для этого я буду плакать, для этого я буду требовать, для этого я буду делать вот это. Он не руководствуется какими-то маме там, видите, или мама устала. Кого это волнует в его возрасте, правда? Маленького ребенка. Он требует кушать, он требует внимания и так далее. Но со временем, когда ребенок растет, душа также растет, она начинает развиваться, начинает формироваться и тогда он может выбирать. То есть, воля, она поднимается на другой момент, у него появляется интеллект, он начинает по-другому смотреть на вещи, он понимает, что эмоции, ими можно выражать очень много вещей, можно выразить и радость, и добро, и так далее. То есть, они осмыслены, они более целенаправлены и продуманы. То есть, с ростом и развития своих физических и духовных сил человек постепенно осознает свою душу и может реализовывать, двигаться к тому, чтобы реализовать заложенные в него Богом те призвания или ту связь, которую он устанавливает через дух вместе с этим человеком. Итак, вы здесь еще, да? Да? Хорошо. Продолжим. И так, на формирование нашей души, на развитие нашей души влияют очень многие силы. Друзья, осознаем мы это или не осознаем. Как физические, например, наши родители, наши сверстники, наши одногруппники, которые с нами, школа, работа и так далее, так и невидимые для нас на формирование нашей души влияют те силы, которые приходят, так скажем, от Бога, да? И те силы, которые приходят от врага душ человеческих. Тех, которые хотят заполучить власть безраздельно над таким человеком. Властвовать. То есть, идет постоянная борьба за душу человека. Душа является вот таким вот полем сражения. И в душе мы принимаем волевые решения. там мы истолковываем все то, что мы получаем из физического и духовного мира. И если наша душа подвластна влиянию нашего и Божьего духа, то мы будем более чувствительны к Богу и более склонны выбирать правильные вещи в соответствии с его принципом. Если же наша душа в большей степени ориентируется на наши инстинкты, ориентируется на ту часть, которую мы условно назвали нефешем или душой животной, то есть я, мне, мое, так условно говоря, эгоистический набор, то соответственно мы слабеем наши связи с Богом. И душа не может правильно услышать то, что говорит ей Господь, интерпретировать и следовать этому. Вот почему, друзья, так важно заботиться о том и вообще понимать, что происходит с нами и нашей душой. 1 Фессалоникийцам, 5 глава 21-23 стих говорит так, все испытывайте хорошего, держитесь, удерживайтесь же от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Видите, да? То есть мы должны испытывать некоторые вещи, то есть когда вы сталкиваетесь с чем-то вы пробуете как бы даете им оценку но держитесь хорошего выбираете в соответствии с более возвышенной частью, да? Выбираете держаться хорошего удерживайтесь от всякого рода зла а Бог если мы начнем это делать он осветит и наш дух и нашу душу и наше тело во всей целостности и поможет нам сохранить себя без порока то есть без ущерба без проявления в общем-то друзья даже если нам сложно разбираться вот в таких деталях вы знаете мы можем пойти еще одним путем и я думаю что в каком-то смысле он один из самых таких лучших вот может можно скажем универсальных путей когда мы говорим о таких тонких материях как дух и душа мы можем говорить о сердце о таком понятии которое очень библейское это сердце человека или определенный внутренний стержень который является вот скажем так собирательным образом всего того о чем мы по чуть-чуть с вами читаем да то есть возвращаясь к нашим звездам мы можем говорить мы можем говорить о звезде такой о такой о такой но можем мы сказать а давайте мы будем говорить о космосе да то есть мы объединяем себе всю ценность типа давайте будем заботиться о том чтобы в космосе все было хорошо нашей ну вот как бы понимаете да образ и так то же самое когда мы говорим боже у меня есть сердце то есть мы подразумеваем весь тот внутренний мир который есть писание учит очень много о том что нужно делать с этим сердцем как к нему относиться и среди прочего библия описывает праведнего человека вот и дает ему такую характеристику это 111 псалом 7-8 стих речь идет о праведнике не убоится худой молвы сердце его твердо уповая на господа утверждено сердце его он не убоится когда посмотрит на врагов своих это очень классное такое определение хочешь иметь внутри себя такую вот твердость хочешь иметь внутри себя основание не бояться смотреть вперед тебе нужно заняться своим сердцем укрепить своего внутреннего человека когда мы говорим о твердости друзья мы подразумеваем что мы подразумеваем что какой-то предмет может противиться давлению правда вот мы например берем и говорим вот это твердое мы берем например что-то такое подушку например да и мы говорим вот это мягкая подушка то есть мы понимаем что качество вот то из чего состоит оно и определяет качество материала определяет твердое оно или мягкое то есть камень он твердый но это очевидно да и есть вещи которые по умолчанию имеют качество твердости например если мы говорим ну о граните например да гранит он твердый насколько это уже другой вопрос но тем не менее по сравнению например с деревом он твердый но и то есть он всегда твердый сегодня завтра послезавтра он будет твердым даже если он просто будет лежать или он будет частью какого-то строения есть вещи которые сами по себе структуре своей они мягкие например наши с вами мышцы правда попробуйте ничего не делать полежать на диване и ваши мышцы они будут постепенно отключаться организм из-за того что он хочет выживать да мышцы держать в тонусе дорого для организма ему нужно тратить туда энергию а он двигается инстинктом выживания он не хочет ее просто так тратить он хочет ее накапливать да чтобы мы с вами полнели что и происходит если мы полежим на диване то очень скоро наши мышцы они перестанут быть твердыми правда и мы знаем что если человек занимается спортом или тяжелой работой он каменный вот ты вот просто обнимаешь такого человека и ты чувствуешь что ты как будто вот гранитный человек но ты понимаешь так же что и у него нету гарантии что он один раз так сделал и все и на всю жизнь он такой ходит красавчик понимаете да то же самое 2-3 недели дивана и все меняется в обратную сторону то есть есть предметы которые имеют твердость постоянно есть предметы которые имеют твердость только тогда когда есть для этого определенные условия когда мы говорим о сердце я думаю что нечто подобное происходит с нашим сердцем что по своей природе оно является мягким оно является ну скажем так податливым но когда человек тренирует свое сердце когда человек уделяет внимание вот той внутренности внутренней составляющей самого себя душе своей своему духу когда он прокачивает его и мы говорим иногда в молитве давайте качать да давайте мы будем качать сейчас кач такой вот такие слова сленг такой мы используем что это вообще мы подразумеваем кого мы тут качаем дома качаем нет мы говорим мы сами иногда не знаем о чем мы говорим но можно сказать так да что мы прокачиваем нашего внутреннего человека мышцу нашего сердца мышцу нашего внутреннего, внутренней составляющей. И, в общем-то, Матфея 7 глава 24-27 стих говорит, смотрите, «Итак, всякого, кто слушает слова Моисея и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремился на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Моисея и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и падение было его великое». Речь идет о словах, но сравнивается обратно же к качеству материала. Что человек, который строит свою жизнь, строит своего внутреннего человека на основании слова Божьего, он становится наподобие того, как человек, который строит дом на фундаменте. То есть дом твоей жизни становится крепким, дом твоей жизни становится постоянным, он способен выдержать какие-то потрясения, какие-то колебания. И то же самое песок. Ну то есть очень простой пример, слава Господу, за простые примеры. Правда? В Библии не так много простых примеров иногда бывает. А здесь все очень просто, друзья. Нам нужно разобраться, как в своей жизни иметь вот этот прочный фундамент. Что это значит? Как позаботиться о своем внутреннем мире, о своей душе, в которой столько всего происходит. В общем-то, если мы посмотрим в Писание, мы ясно можем увидеть о том, что забота о нашем духовном мире, о нашей душе и духе является приоритетным в Писании. Потому что, например, мы помним такое место о том, что физические упражнения малополезны, да? Но лучше упражняться чем? Благочестием. Потому что благочестие имеет дальшее наследство. То есть, кстати, для тех, кто верит, что спорт не от Бога, там не написано, что спорт не от Бога. Там написано, что наше физическое тело, оно имеет срок годности. Правда? Как бы сильно ты не затягивался, не качался, какими бы кремами ты не мазался, придет момент, когда тело вернется туда, откуда было оно взято. Даже самое красивое, самое просто идеальное и так далее и тому подобное. Вы знаете, я вчера был на море, и я понял, что это так и правда. Это, оно возвращается. И когда ты смотришь и понимаешь, как это жалко и печально выглядит, ну просто, ну как бы ты понимаешь, время берет свое, да? И ты ничего не можешь сделать, что бы ты ни делал, какой бы ты там красоту на себя сверху не одел, и какой бы телефон ты не держал в руке, все равно все изменится. И Библия говорит о том, чтобы человек, в большей степени понимая временность наших тел, заботясь о телах здесь. Я не говорю, что тело это плохо, друзья. Тело это благословение. Заботясь о нем, грейте, питайте, красиво одевайте, купайте. Все как нужно, но просто не превращайте это смыслом своей жизни. Не бодифицировайте его. Знаете, как сейчас есть немножко такая мода, ботексами и всякими другими вещами. Это не поможет, друзья. Это не поможет. Но, если мы говорим о духовных вещах, то их можно забрать в вечность. Если мы говорим о том, чтобы укрепить свою душу, чтобы, знаете, прийти таким сильным великаном в Царство Божье, то мы этим можем и должны заниматься. Евреям 13 глава 9 стих говорит, «Учениями различными и чужными не увлекайтесь, ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы, занимающиеся ими». Видите, да? То есть не просто... Иногда люди говорят, а мы просто там занимаемся интеллектуальными развитиями, или там исследованиями и так далее, и так далее. Все это очень здорово. Но что происходит в этот момент с твоим духом? Умный человек не обязательно духовный человек. Интеллигентный человек не обязательно духовный человек. Понимаете разницу, да? А Библия говорит, «Будь умным, будь интеллектуальным, но будь духовным человеком. Укрепляй благодатью свое сердце, укрепляй благодатью свое тело, своего внутреннего и внешнего человека». Итак, благодать способна нас укрепить. И далее, если мы посмотрим эту же главу, автор этого послания, он перечисляет некоторые из упражнений. Я хочу сказать, что это всего лишь некоторые, потому что, в общем-то, знаете, есть набор стандартных упражнений. «Читай Библию, путь к жизни, молись, служи Богу» и так далее. Очень просто, да? Но здесь автор послания к евреям, он некоторые из них более детально употребляет. Например, в 15 стихе он говорит, в 13 главе, «Итак, будем через него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя его». То есть, когда мы прославляем Богом, когда мы хвалимся им, мы напоминаем себе о том, кем он является на самом деле, друзья. И каков он, каковы его качества. Переживая какие-то периоды упадка, когда нам плохо, когда мы не знаем, что делать, мы можем укрепить свою душу тем, что мы вспоминаем о качествах Бога, друзья, и начать прославлять Его. И говорить, «Боже, мне сейчас сложно, я не могу принять правильное решение, я не знаю, какое правильное решение, но я могу тебя прославить. Я могу тебе говорить о том, что ты великий Бог, о том, что ты мудрый, о том, что ты не бросаешь меня, о том, что ты со мною, что даже если я пойду, долиной тени смерта, я не убоюсь зла, потому что ты и твой жезл, и твой посох, и множество, множество есть таких моментов, как Давид в своей душе говорит, «Что ты унываешь, душа моя? Уповай на Господа!» И дальше говорит, «Я еще буду это делать, я еще буду ее прославлять!» То есть это то, что помогает прославление, это то, что помогает нам укрепить нашего внутреннего человека. И следующий стих говорит, «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу». 16 стих. «Не забывайте благотворения и общительности». Вы знаете, что иногда наша общительность очень сильно похожа на благотворительность, правда? Бывают такие люди, с которыми ты общаешься, и ты чувствуешь, что ты занимаешься благотворительностью. Здесь написано, «Не забывайте и благотворительности, и общительности». То есть будьте открыты к человеку, чтобы помогать ему, разобраться в его нужде, не просто откупиться двумя гривнами от него, но понять, что ему на самом деле нужно, что происходит в его жизни. Может, ему не деньги нужны, может, ему нужен совет, нужна молитва, нужна какая-то поддержка или что-то, что вы могли бы ему помочь. А также общительности. То есть это то, что подразумевает взаимоотношения в теле. Это то, что подразумевает, когда есть связь между несколькими людьми для взаимного созидания и взаимного благословения. И следующий стих, смотрите, друзья, говорит, «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны и дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно». Видите, да? Не полезно. Нет пользы от непослушания. Это, ну, как бы, это вот так оно. Нет пользы от непослушания. Но есть польза от того, когда человек прислушивается к наставникам, человек послушен, делает то, что ему говорят, а не просто рассказывает, как нужно жить. И последний совет, который он здесь дает, в следующем стихе. «Молитесь о нас, ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно». Молитесь за нас. Мы внутри себя имеем добрую совесть. То есть, помните, мы говорили о том, что совесть является голосом Духа Святого. И очень частно через совесть Бог говорит с нами. Он будоражит какие-то нерешенные вопросы, нерешенные конфликты, нерешенные проблемы. И здесь автор говорит, молитесь о нас, несмотря на то, что мы уверены. Видите, как сильно сказано? Он уверен, что мы имеем хорошую совесть. Мы желаем во всем вести себя честно. То есть, внутри, я вижу, это описание человека, который силен, описание человека, который имеет такое устоявшееся, благословенное сердце. И он говорит, молитесь за нас. И я думаю, что мы также можем молиться и за самих себя, и друг за друга. Итак, душевный мир, или то, что происходит с нашей душой, это очень и очень важно. Мы не можем сегодня рассмотреть все детали, друзья. Я не могу вам дать все советы, но я хотел бы, чтобы вы по-новому взглянули на некоторые известные места Писания. Не поленитесь, откройте их и посмотрите, что там написано в оригинале. Посмотрите те благословения, которые сокрыты. Поразмышляйте об этом. Послушайте, вопрос души более важен, чем приобретение всего мира. Так говорит Писание. Почему же нам не заняться этим? Почему бы нам не исследовать это более детально? В этом сокрыто Божье благословение, Божье наставление и Божья радость для нас с вами. Итак, я призываю вас сейчас к молитве. Давайте мы встанем вместе и помолимся. 2018 год – это год веры. Год поста, молитвы и поклонения. Израэль.